Кто конкретно этот остаток сейчас? Нет ни одной группы, которая может сказать так, мы остаток, и никого больше нет. И никогда такой группы не было. Это всегда люди. Различного рода люди. Из различных колен. Из различных местностей. Которые были Божьим остатком. Я приведу ровнистический пример. Из очень старого древнего мидраша. У Бога было много слух. И Он не знал, какие слуги служат Ему, потому что они Его любят. И какие слуги служат Ему из-за страха. Поэтому Он думает, сделай такой тест. Кто из них меня любит, и кто из них меня боится. Они все были Его слугами. Поэтому Он построил комнату. Комната четыре на четыре. И там не было двери. Но только очень маленькое окошко было. И Бог был за пределами комнаты. И если посмотреть в окно это. То можно увидеть, что Бог сидит там на троне. То можно увидеть, что Бог сидит там на троне. Там на широких просторах. В пространном месте. И поэтому те, кто любил Бога. Они сели на серьезную диету. Они очень сильно похудели. Для того, чтобы можно было протиснуться через это маленькое окошко. И они смогли быть в присутствии Бога. Другие сказали, Бог построил эту комнату. Он дал эту комнату нам. Мы внутри нее. И если Бог хочет, чтобы мы выбрались из этой комнаты. То Он бы сделал дверь в этой комнате. Для того, чтобы мы смогли выйти. Но потому, что Бог не сделал двери. Мы должны быть послушными. И оставаться внутри. И оставаться внутри. Теперь, кто остаток? Все служили Богу. Кто остаток? Те, кто любили Бога. Так сильно любили, что они пожелали страдать. Сесть на диету. Сесть на диету. И прорваться, пробиться через это окошко. Для того, чтобы быть в присутствии Бога. И это рабинистическое понимание того, кто есть остатком. Но это же и новозаветное понимание того, кто есть остаток. Это имел в виду Иисус, когда Он сказал, Царство Божие усилием берется, силой берется. И только употребляющие силу входят в него, в Царство силой. Они и есть остаток. Они и есть остаток. И остальные люди говорят, Нет, Бог поместил нас в этой комнате четыре на четыре. И всякий раз, когда вы видите четыре на четыре, это Тора. Это символ Тора. Тора называется четыре на четыре. Идеальный квадрат. Всякий раз в Мамасовете, когда видно четыре на четыре, это означает Тора. Поэтому большинство людей сказало, что Бог дал Тора. Он закрыл нас внутри этой Торы. Но Бог не находится внутри Торы. Он там, за пределами, на свободе, на равнинах. И только те, которые прорываются, проходят, и следуют за Богом, потому что они Его любят. Они вырываются туда, снаружи, и проводят время с самим Богом. Это рабинистическое понимание того, кто есть остаток. Недостаток не достаточно, чтобы служить Бога в рамках, в границах четыре на четыре. Если вы любите Бога, вы выбираетесь. Вы выходите с силой. Это то, что Ешуа учил. Это то, что Раввины учили. Если вы хотите ровность, это в Мидраже, это Мидраж, Тана Бе-Илияху, это Мидраж, страница восемьдесят вторая. И это основано на тексте из Микэя. Микэя, последняя глава. Последняя глава. Oh, that's only the New Testament here. Okay, I have here Tanakh. The last part of Micah, verse... Последняя глава. The last, I think chapter, no, chapter 2, verse 12 and 13. Микэя. Микэя. Амис. А? 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 Нет, Седмая. Вторая... минута. Микэя. Chapter... 2, 12, 13. 2, verses 12 and 13. Начнем с 10 стиха до конца. Встаньте и уходите. No, no, no. We are not in the right place. Micah. It is right. The one who breaks the walls. We are not in the... I'm not in the right place. Just a second. Just a second. Let me see where I am. Micah. 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 Рега, рега, рега. Micah. Chapter 2. Yeah, chapter 2 is right. I was right in the first place. I was not looking at the same place. Start from verse... Verse 12 and 13. 12, 13 стихи. Here it says Нарушитель по-русски. Right? Да? Стенарушитель. Стенарушитель. And what does it say in the text in Matthew? In the parallel text where Yeshua is teaching that. Let's see in Russian. In Hebrew it's simple, but in Russian I don't know how they translate. На иврите это просто, но на русском я не знаю, как переводят. Chapter 12. 12. 12. Everybody is used to his own Bible. My Bible opens automatically. What happens to me? Everybody is used to his own Bible. My Bible automatically открывается. На автомате. Verse 12. Verse 12. 12. 12. 12. 12. 12. 14. 14. 15. 14. 15. 12 12 I don't understand verse 12 11 and 12 what's the word there which one 11 and 12 verse 11 and 12 I don't know equivalent what equivalent you're looking for what equivalent you're looking for in those verses in there it said in Hebrew it said in Micah it said which means which means the one who breaks through which means the one who breaks through and what is the word here in verse 12 I don't know I don't know but the idea is the same so the remnant the remnant are those who not only serve God but love God and refuse to be closed up in what God himself built like in Micah you notice in Micah God built God put the sheep in 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 the closed area yeah and they and then God himself leads them out and then God himself leads them out in verse 13 God himself is the one who broke out of the of the of the enclosure of the closed place their king went ahead of them Jehovah at their head it says you understand that's the remnant it's not people who only know God and serve God but those who do it out of love out of relationship and this was the situation in all the 8th century prophets BC people were very religious they went to the temple they kept the holidays they worshipped God but God says in Isaiah chapter 1 you make me sick with your fast and sabbath and new moons and holidays go home I don't want to hear you I will not listen to your prayers what I really want is to have a true relationship with you that's the remnant those that have a true relationship with God and they can be from any church from many churches any church they can be from any synagogue yes who are willing to sacrifice and even sometimes outside even sometimes outside of the framework of his word it's a very dangerous teaching because some of the big heroes of the Bible are people who did outside the framework of God's commandments who were anarchists like king David who were anarchists like Pinhas remember Pinhas помните Pinhas ah да God calls him a hero even though he took the law in his own hands he took the law in his own hands даже Pinhas did against the law he rebelled against Moises against Aaron and God praised him sometimes the people who are the remnant are the people who don't go with the crowd who go with God even when the established church the established synagogue doesn't go with them that's the remnant it's not in life not everything is salvation salvation is not the most important thing there is more important things than salvation Мы можем этому научиться от апостола Павла. Римлянам, 9 глава. Он говорит, что я готова идти в храм, чтобы отбежать от Христа, чтобы быть анафемой. Вернут от Христа, тринут от Христа и пойти в ад. Для того, чтобы спасти некоторых из моих родственников по плоти. Это очень протестантское мышление, сказать, что спасение – это все. Есть более важные вещи, чем спасение. Спасение очень важно. Я хочу быть спасенным. Я не хочу уйти в ад. Но есть более важные вещи в моей жизни, чем я сам. Иначе я не был бы пастором, раввином или верующим. Вы понимаете этот момент? Вот, что важно. Например, для меня спасение Израиля более важно. Как Павел говорил, Я желал бы, даже пускай меня оттучили от Христа. Если Бог бы гарантирует, не только все из Израиля, только Иерусалим будет спасен, я бы пошел в ад. Ничего же, именно спасение, опять же. Но опять же, это возвращается обратно к спасению. Но спасение для других, не только для меня. Я не знаю насчет других, я говорю про себя. Да. Мое спасение менее важно, чем другие вещи. Конечно, именно в этот момент действует Благодать Божья. Потому что царь Давид спасся не из-за того, что он был праведником. Он нарушил восемь из десяти заповедей. Потому что кто-то здесь может делать лучше, чем он. Даже лучше справляется, чем царь Давид. Он нарушил восемь из десяти заповедей. Он нарушил Шаббат, не почитал родителей. Он солгал. Он украл. Он совершил пролебодеяние. Он вожелал жену ближнего своего. Убийство было. Да. Поэтому... Как же царь Давид спасся? Тем, что он был замечательный, чудесный, святой человек? Нет. Он спасся благодаря тому, что у него были правильные отношения с Богом. Да. Можно ли сказать, что состояние нынешней церкви – это плод нашего непокаяния? Да. Можно ли сказать, что состояние нынешней церкви – это плод нашего непокаяния? That's right. Our disobedience наше непослушание и непослушание церкви основывается на трех лже-доктринах. Первая лже-доктрина, неправильная, ложная, – это доктрина о благодати. Да. Христианская доктрина о благодати – это лже-доктрина. Потому что все, чему она учит, нам нужно только благодать. И это правда. Но вторая половина – неправда. Все, что нам нужно – благодать, это благодать, но только тогда, когда у нас поражение. Но благодать – это не значит, что мы не должны пытаться держать Бога. И так же благодать вовсе не означает, что мы не должны прилагать своих усилий, чтобы соблюдать заповеди Божьи. Мы должны пытаться. Мы должны делать все самое лучшее со своей стороны. Мы должны быть послушными к Богу. Да? И когда у нас поражение, вот тогда нам нужна благодать. благодать – и получается, в Торе благодать называется постприори, постприори элемент, не это после, элемент после, а не элемент до. То есть, другими словами, нужна вам благодать только, когда вы согрешили. Или после греха. Вы не можете сказать благодать до того, как вы даже попытки приложите. Вы не можете сказать, «У меня есть благодать, поэтому я могу согрешать». Только когда вы пытаетесь делать хорошо или добро, и у вас не получается, вы терпите поражение. И только тогда вы можете вызвать к судье и сказать, «Судья, пожалуйста, будь милостив ко мне». Это настоящая доктрина о благодати. Вторая доктрина, которая плохая и очень разрушительная, что человек по своей природе греховен или плохой от рождения, что плоть плохая, это лже-доктрина. Бог создал нас. Он создал нас по своему образу. Все расы, все народности. И Бог не создал чего-то плохого. И Новый Завет очень ясно об этом говорит. Первая Тимофея, 4 глава, Павел говорит, «Все, что создал Бог, хорошо». Соломон этому учит. Все творение прекрасно. Книга бытия тоже учит этому. Бог создал все творение прекрасно. Бог создал все прекрасно. Как слон, так и москит или комар. Все. И у каждого есть свои функции. пчелы, пчелы, птицы, червяки. У каждого есть своя функция от Бога. И она хорошая. Человек тоже хороший. Прекрасный. Человек учится тому, как быть плохим. Он учится этому от своих родителей, папы, мамы. От Адама и Евы научился. Он учится этому от своей жены. Да, много раз. Очень часто. Да. Третья доктрина, которая ложная, is that everybody is going to be saved by faith and no matter how he lived his life. Третья ложная доктрина. Все спасутся по вере либо верой и все равно, как ты прожил свою жизнь. Если он верный человек, он ходит в церковь, он прегридеозный, он платит десятину в церкви, он будет спасен. Это не правдивая доктрина. Пророки очень ясно говорят, что Бог не заинтересован в вашей религии, он заинтересован в вашей жизни. И если в вашем сердце ваше плохое, если вы не покаялись, если вы не были рождены свыше, то все равно, сколько раз вы посещаете церковь, все равно, насколько вы религиозны, это ничего вам не гарантирует. Это что вы делаете между себя и вашим Мастером что делает отношение. Now I will talk only to the men. I will talk only to the men. What makes a relationship? Any relationship. Give me three elements that make a relationship. Yeah, go ahead. One, okay. Two. Two. Three. Любовь, нет. Любовь is a результат. Интерес тоже результат. Коммуникация. Общение, да. Communication. There is no fellowship, there is no relationship without communication. Нет общения, нет взаимоотношений без коммуникации. The communication creates interest. В результате коммуникации появляется интерес. Communication creates real love. В результате коммуникации появляется любовь. So you learn to talk to your wives. So you learn to talk to your wives. So you learn to talk to your wives. You learn to talk to your wives. Talking to your wives is the most sexual act you could create. Разговор с женой это самое сексуальное действие, которое вы только можете сделать. The brain is the most sexual part of your body. And that's only for the men I'm talking. All right, it's time to take a break. Сейчас перерыв.